Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Наталья Фёдоровна Уральского, заведующая 26-м кардиологическим отделением филиала 3-го Центрального военно-клинического госпиталя ракетных войск стратегического назначения. Здравствуйте, Наталья Фёдоровна! Здравствуйте, Мария! Сегодня поднимаем очень интересную, очень актуальную тему – это артериальная гипертония. Что это такое? Давайте разбираться детально и подробно. Да. Артериальная гипертония – это более широкое понятие, я бы назвала это над-понятием, так как оно включает в себя практически две основные единицы – это гипертоническая болезнь и вторичные артериальные гипертонии, которые присущи определенным нозологиям. Гипертоническая болезнь по нашей рекомендации, рекомендации кардиологов России – это заболевание, при котором артериальное давление выше 140 на 90. Но буквально с ноября прошлого года во всем мире пересмотрели эти каноны и появились новые стандарты диагноза артериальной гипертонии – это повышение давления выше 130 на 80. То есть идет более ужесточенное отношение к этим цифрам, так как сама по себе гипертония является одним из самых злых факторов риска, в результате которых случаются серьезные сердечно-сосудистые осложнения – инсульт, инфаркт, аритмия, сердечная недостаточность, расслоение аорты, почечная недостаточность. Поэтому относиться к этому заболеванию легко не получается. К сожалению, многие пациенты действительно так и относятся к этому заболеванию, думая, что мы можем вылечить его сами, воспользовавшись какими-то советами под рук, интернет-услугами. Сейчас очень много информации в интернет-ресурсах. Упало давление – выпить чашку кофе, съесть шоколадку или выпить зеленого чая. Это упало давление. А если поднялось давление, то тоже как будто бы можно пойти в аптеку, спросить провизора и принять любую попавшуюся таблетку. Но на самом деле это не так. И, конечно, надо своевременно обращаться к специалистам, которые разберутся в этой проблеме, так как своевременное лечение основной проблемы приведет к профилактике тех самых злых осложнений, которые встречаются в дальнейшем. Наталья Федоровна, если говорить в процентном соотношении, насколько распространена эта болезнь? Конечно, чем старше возрастная категория, тем выше степень распространенности. Считается, что каждый второй пациент выше 60 лет уже носитель этой болезни. Но есть определенные особенности этого заболевания у молодых людей. То есть, по большому счету, это заболевание может манифестировать в любом возрасте. И мы встречаем это в переходном молодом возрасте, когда идет пубертат, когда вегетососудистая лоббильность несовершенна, и возникает проявление в виде неожиданно повышенного давления, как будто бы на ровном месте. Повышение давления в среднем возрасте. И почему эти возрастные параметры сейчас прицельно рассматриваются у мужчин и женщин? У мужчин с 40 лет где-то до 50, у женщин с 50 до 60. Это все связано тоже с переходным возрастом, гормональной перестройкой организма. И когда случается 60 лет в среднем популяции, каждый второй пациент, я уже повторюсь, а уже далее за 70 и 80, то практически все болеют этим заболеванием. Но вот сейчас я как раз сказала очень интересную фразу. 70-80. Средний возраст в экономических развитых странах – это за 80. И жить в этом возрасте качественно помогает грамотное лечение. То есть эти пациенты… Своевременная лечения. Да, своевременная диагностика. Своевременная диагностика не только гипертония, но и сопутствующих заболеваний. А для этого нужно просто вовремя обратиться за медицинской помощью. И я уверена, что и наши сограждане достойны такого среднего возраста, как 80-85 лет, причем оставаться социально активными, жить качественно. Какие на сегодняшний момент существуют факторы риска развития этого заболевания? Ну, действительно, надо сказать, что есть такое понятие, как кардиоваскулярная профилактика. И артериальная гипертония, являясь частью тех сердечно-сосудистых заболеваний, она попадает в ту же зону профилактических мероприятий. Есть факторы, которые мы можем модифицировать, и те, которые, к сожалению, не могут быть модифицированы, изменены. Это пол, это возраст, это наследственность. И вот объясняя пациентам о наследственности, я неоднократно всем, в общем-то, заявляю, что мы сами являемся носителем своей наследственности. Не нужно обращаться к своим предкам. Мы сами ее продуцируем, мы сами ее накладываем на своих детей. Поэтому, насколько мы качественно уже сейчас себя можем поддержать, как бы своевременно свой организм подлечить, восстановить, то и в дальнейшем мы проживем долгую и счастливую жизнь. И наши дети, и нашим детям не будет стыдно за наследственность. Ну и какие еще факторы? Конечно же, это факторы модифицируемые. И о них я уже знаю, многие знают. Это вес пациента, то, что действительно считается низкозатратным. Просто прекратить есть вредные продукты, снижать калораж пищи. И есть определенные нормативы потребления калорий для женщин и мужчин. И это все рассчитано. Это рассчитано не случайно, а по энергозатратам. В общем-то, человеку должно хватать столько, чтобы прожить. Женщинам 2,5 тысячи калорий, мужчинам около 3 тысяч калорий. Следующий фактор, который мы можем изменить, это артериальная гипертезия. Сама по себе, она модифицируема. Следующий фактор – это углеводные нарушения. То есть нормализация сахара крови, если она уже случилась, патология в виде углеводного обмена, нарушения углеводного обмена, то мы на это тоже можем воздействовать. Достигает целевых нормальных значений, при которых не будет прогрессировать сердечно-сосудистые осложнения. И, конечно же, липиды крови. Здесь тоже нужно вернуться к диете. Диета с ограничением потребления холестерина содержащих продуктов. К нам, как в Северной стране, это свойственно употреблять много калорийных продуктов, особенно в зимнее время. Но понимая, к чему движется взрослеющий организм, и тем более, если какие-то проявления уже появились, нужно вовремя остановиться. То есть холестерина содержащих продуктов ограничить. И диета, которая липид корригирующая, в общем-то такая универсальная, это средиземноморская диета, где увеличена квота овощей и фруктов. Рассчитан объем порции для взрослого человека. Это не менее 500 мг в сутки овощей и фруктов. По 250 приблизительно каждой порции. Это, конечно, много. Это не свойственно. Нам нужно к этому еще привыкнуть и себя к этому научить, я бы сказала так. Если убирать мясо, то это, конечно, мясо белое, а это птица. Но и о красном я бы советовала не забывать, так как взрослый организм нуждается в железе, которое содержится в красном мясе. И очень часто мы встречаем такой вот уже круг проблем, которые возникают просто из-за дефицита железа. То есть каждый элемент важен в питании. И когда говорят уменьшите количество натрия, да, конечно, доказано, что снижение потребления поваренной соли снижает до 6, там, 1 грамм поваренной соли, снижение потребления 1 грамма поваренной соли снижает давление на 6 мм сутного столба. То есть есть закономерности, которые доказаны. То есть вот эта совокупность действий, которые полезны организму, она требует ответственного отношения к себе, культурного отношения. И еще добавить хотелось – это борьба с гиподинамией. То, что тоже является роскошью в настоящее время. Так как часто у нас образ жизни кабинетный, офисный, за рулем. И позволить себе 5 дней 5 раз в неделю двигаться средним темпом до 30 минут не каждый может. Поэтому вот на совокупное такое воздействие всех факторов риска можно обратить внимание тем, кто хочет заботиться о своем здоровье. Мы уже начали говорить о мерах профилактики. Давайте более подробно все-таки уделим этому особое внимание, потому что любую болезнь легче предупредить, чем лечить. Ну вот как раз мы действительно повторим немножечко, что в предупреждении болезни играет важная роль, повторюсь, диета, снижение веса. Я не зря сказала, что есть определенные гендерные различия в более раннем появлении сердечных осложнений. И у мужчин они появляются раньше. Это связано не только с питанием, конечно, это стрессовый образ жизни. И непривычка заботиться о себе. Чаще всего мужчина, к сожалению, свойственна. Да, многие пациенты говорят, что они не помнят, какие препараты принимают, они доверяют это женам, в общем-то. Плюс забыли мы им сказать о никотинозависимости. Да, сам по себе никотин, само по себе табакокурение, оно тоже вредно. И оно растормаживает липидный обмен, провоцируя прогрессию атеросклероза. То есть, в общем, много факторов, которые приводят к сердечно-сосудистым осложнениям. И о каждом можно, в общем-то, долго говорить. Но называется это одним словом – здоровый образ жизни. И удобно про него рассуждать, сидя у телевизора. Но очень сложно поднять себя и сподвигнуть на какие-то действия. Даже если один телезритель задумается над тем, чтобы отказаться от вредных привычек, это уже будет наша с вами победа. Да, будем стараться. В борьбе с артериальной гипертонией. Наталья Фёдоровна, как проявляет себя эта болезнь? Какие симптомы пациент может у себя выявить и понять, что ему необходимо незамедлительно обратиться за помощью к специалисту? Очень правильный вопрос, но в этом вопросе два подвопроса. Клинические проявления могут быть незаметны, так как эта болезнь бессимптомна чаще всего, и называют её тихим убийцей, тихим агрессором. И есть её кризовое проявление в виде тех самых гипертонических кризов, когда действительно ситуация требует срочного обращения за медицинской помощью. Если появляется кризовость, то эта клиника чаще сопряжена с явлениями так называемой гипертонической энцефалопазии. Чаще всего такие пациенты попадают в нам в отделение, когда инсульт не случился, но он на грани. Проявление в виде головокружения, тошноты, позыва в рвоте. Давление чаще носит высокий характер, выше 180 на 100. Но оговоримся, что есть категории пациентов, чаще всего женского пола, которые адаптированы к более низким значениям в жизни, в быту. Их обычные рабочие показатели – это 100 и менее. И для них уже 130 будет высоким значением давления. И также будет требовать оказания неотложенной помощи. Пациенты с такими проявлениями действительно, если сами не могут справиться, если это возникло впервые, должны вызвать бригаду скорой помощи. Если пациент обучен в своем заболевании, а к этому мы стремимся, ежедневно проводя обучающие беседы индивидуально с каждым пациентом, дабы снизить частоту госпитализации, во-первых, снизить частоту осложнения этого заболевания, то пациент, обученный, может воспользоваться домашней аптечкой и самостоятельно купировать проявление обострения заболевания. Вы уже начали говорить об осложнениях. Чем опасна артериальная гипертония? Артериальная гипертония, мы уже говорили, является фактором риска серьезных сердечно-сосудистых событий. И часто это под маской криза скрывается инсульт. Причем он может быть с самой разной степени выраженности. Инфаркт – это острое коронарное событие. Нарушение ритма сердца. Самое частое в настоящее время встречается фибрилляция предсердий. И артериальную гипертонию вознесли в одного из главных предикторов этого осложнения. Отек легких. Расслаивающая навризма аорты. Почечная недостаточность. Но чаще даже хроническая почечная недостаточность. И об этом, конечно, можно будет отдельно поговорить. Артериальная гипертония является одной из ведущих причин начала заместительной почечной терапии. Поэтому, зная осложнения, мы должны особенно трепетно, своевременно выявить это заболевание, начать его лечить и в динамике контролировать эффект лечения. Если говорить более детально о лечении, какие методы корректировки давления существуют? Ну вот опять же мы вернемся к профилактике, получается. Дело в том, что методы корректировки давления, они как раз из факторов риска. Поэтому корректируя, модифицируя те самые факторы, это ограничение потребления поваренной соли, видите, уменьшение холестерина, содержащих продуктов, снижение веса. Это все доказано, совершенно верно. И в том числе и от алкоголя, так как существуют формулы приема алкоголя, и это не те формулы, которые дозозависимы на каждый килограмм веса. Это действительно выверенные формулы, там, не выше 40 миллилитров этанола в сутки, и стакан, может быть, сухого вина белого. Не более того, дабы не вызвать зависимость, опять же. И, конечно, лечебные мероприятия, нацеленные на стабилизацию показателей давления. Корректировать артериальное давление нужно начать своевременно. И с учетом последних рекомендаций, которые озвучены американским обществом кардиолога, я уверена, что они будут адаптированы и в нашем обществе, показатели артериального давления, требующие коррекции, это показатели от 130 на 80. Естественно, нужно оценивать факторы риска, сопутствующие. Наличие сахарного диабета, сердечные недостаточности, нарушение ритма сердца, коронарной болезни сердца. Все это вместе способствует стабилизации значения артериального давления и профилактике осложнений тех сосудистых событий, о которых мы говорили. Наталья Федоровна, если говорить о внимании со стороны пациентов к своему здоровью, то как часто необходимо посещать кардиолога, как часто необходимо приходить к терапевту и проходить обследование, чтобы скоррегировать, идет ли увеличение показателей артериального давления и вовремя начать лечение? Действительно, мы с вами заговорили, что при впервые выявленной артериальной гипертензии пациент должен быть обследован. Сначала на амбулаторном этапе, если нет каких-то серьезных осложнений. И это скрининговое обследование подразумевает лабораторный контроль за показателями крови, мочи, выполнение электрокардиограммы, элементарных инструментальных методик, эхокардиография и УЗИ, исследование почек, щитовидной железы. Вообще все исследования, они имеют цель. Одна из целей – это выявить причину повышения артериального давления, а другая цель – выявить, насколько органы мишени повреждены. Может быть, незаметным повышением артериального давления какие-то предыдущие годы, месяцы и так далее. Органы мишени – это сердце, почки, головной мозг. Поэтому мы делаем акцент внимания на эти органы при обследовании, оценивая их функцию, оценивая их размеры, оценивая изменения, которые можно случайно выявить. Наталья Фёдоровна, спасибо за интересную беседу. Хотелось бы, конечно же, от вас несколько слов нашим телезрителям. Что бы вы им пожелали? Ну, конечно, хочется пожелать любить себя, беречь себя и своевременно обращаться за медицинской помощью, если вы чувствуете отклонение в своём самочувствии. Артериальная гипертония – это то заболевание, за которым каждый может следить самостоятельно, имея дома тонометр. И если вы дважды измерили и заметили высокие показатели давления выше 140 на 90, нужно своевременно обратиться к врачу, участковому или к кардиологу по месту жительства. Спасибо, Наталья Фёдоровна, за интересную беседу. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите своё здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова